Добрый день! Добрый день, мои дорогие друзья, ценители, обожатели, уважатели, почитатели, любители и профессионалы дачной жизни. С вами проект Деревня Лайф, ведущий этого проекта Сергей Гончаров, собственно, это я. И с вами вновь рубрика, которая стала самой просматриваемой на современном ютубе. Это рубрика «Народный дегустатор». Сегодняшний наш обзор посвящен обеденному блюду, которое, собственно, является, наверное, практически иконой стиля для абсолютно любого представителя. Сильного пола, да и слабый пол, немножко слаб на такое блюдо. Это консервированная картошка с котлетосиной. Да-да-да, вот она, вот она, это прекрасная переложка. Котлета с картофелем. Накушаемся сейчас, Блэд. Давайте мы, собственно, как обычно, посмотрим, что же нам дает наша прекрасная компания «Переложка». Второй обзор. Компания «Переложка». Ну, свяжитесь уже со мной хотя бы как-нибудь. Давайте поговорим о том, что я ем вашу продукцию. Ну, как-то можно было бы немножко рекламочку там оформить, да, у меня. Вот, вы знаете, денег не надо, я и без денег проживу. Вы мне можете занести вот всю вашу продукцию по одной порции, и я ее с удовольствием съем и буду обозревать. Договорились? Давай, киня лаптю. Ладно, пошутили, да и будет. Давайте смотреть, что нам дает компания «Переложка». Значит, масса нет, так как мы уже с вами привыкли, 250 грамм указано. Значит, можно приготовить в СВЧ печи, что мы, собственно, и сделаем, конечно же. Вкусно, удобно, питательно, без консервантов. Я уже прошелся один раз по этой надписи. Ну, черт с ним, без консервантов так без консервантов. Значит, вот давайте мы еще с вами, знаете, вот обратим внимание на один момент. Посмотрите, пожалуйста, на рисунок. Да? То есть рисунок выполнен красиво. Фотография, где картошечка порционненькая такая, да? И вкусная котлетосинка лежит. Консервы растительно-мясные, стерилизованные блюда, обеденные вторые. Котлета с картофелем. Консервы рубленые. Ну, рубленые так рубленые. Опять какой-то ИСО 22000 и НАСА СРА. Черт знает, что это такое, не знаю, ладно. Хрен с ним. Состав. Вот состав это важно. Картофель, вода, говядина, куриное мясо, морковь, масло, подсолнечное рафинирование, дезодорированная, томатная паста. О, как все здорово. Соевый белок, лук репчатый, сухои панировочные. Вы что, решили это все смешать в одну вот эту вот хреновину, что ли? Ладно. Регуляторы кислотности. О, хорошо, давай. Так, значит, сейчас будут много непонятных слов. Так, я не химик, поэтому черт с ним. Давай, читай, как есть. Соль, эмульгаторы, моно- и диглицериды, жирных кислот, регуляторы кислотности, трифосфат кария, пирофосфат натрия, загуститель, ксантановая камедь. О, это я знаю, я смотрел пятницу. Сахар, мука, пшеничная, крахмал. Ну, даже я читать дальше не буду, это страшно. Но пробовать-то пробовать. Значит, так, способ разогрева СВЧ-печи. Полностью удалить металлическую крышку, разогревать в упаковке продукт непригоден к употреблению. А, значит, после того, как открыто, да? Значит, хоронить при температуре от минуты пяти до десяти. Короче, все как всегда, три минуты в микроволновочке и жахаем. Давайте, давайте открывать. Ну, собственно, что мы тут видим? Как тебе открыть-то? Дура неграмотная. Ножницы для слабаков. А вот такая открывашка для дураков. Что это такое? Как тебе открыть? Здорово. Считаю, что поел. О, что это? Пока откроешь, скуши належь. К упаковке у меня есть вопросы. А к содержимому нет, да? Вы знаете, а я не могу рассмотреть, что мне дает прекрасный производитель. Поэтому я сейчас хочу это переложить в тарелку, в одноразовую, там плюс-минус то же самое будет, и разогреть в микроволновке. Но сначала я хочу посмотреть, что вы мне положили. Давайте смотреть. Не постесняюсь, возьму три одноразовые тарелки, раз уж пошла такая песня пьянка, все-таки нам греть. Давайте попробуем для начала отыскать там котлету. Ух ты ж, мать, как у тебя жизнь-то потаскала. Но она тут есть. Знакомьтесь. Это котлета. Так, а вот это вот, вот это вот жижа, это, я так понимаю, картофанчик, да? Ну, кстати, давайте, давайте ее выложим, что ли, сюда. Ну, вот, собственно, вот что получилось. Знаете, нет, как бы в принципе, в принципе, котлета там есть. И картошка там есть. Да, она маленькими кубиками, как на салат, но она есть. То есть, вот я, я, как человек, который ко всему придирается, Я вот здесь, сейчас могу сказать, что вот на вот это, вот это не похоже. Но по факту, там нарисована картошка кусочками? Нарисована. Она тут есть кусочками? Есть. Там котлетосина нарисована? Нарисована. Тут котлетосина есть? Есть. Серега, не придирайся. Давай, иди грей. Да ладно. Знаете, компания Береложка. Меня удивили немножко. И даже не немножко. Это, это вкусно. Это не то, что съедобно. Это вкусно. Это, это картофашечка. С таким, знаете, с подливочкой. С такой морковно-мясной. Знаете, что напоминает? Я в детстве, когда в школе учился, вот, нас так в школе кормили. Плюс-минус. Это прям вкусно. Давай котлеточину попробуем. Где она там есть? Где в соусе? Так. С котлетой я бы не был так категоричен. Котлета неоднозначная. Надо ее с хлебушком. Дай-ка я возьму кусочек. Котлетик должен с хлебом есть. Значит, котлета, котлета, она именно съедобная. Я не буду ее хренососить, потому что не за что. Мясо здесь, ну, как и должно быть, в консервах. Консервированное. Уж извините меня за балагур и каламбур. Да. Но вот в целом, в целом, этому блюду не хватает... Знаете, что можно сделать? С сыром посыпать. Погоди. Сейчас модернизируем. С сыром посыпать. Вот это хорошо. 5 баллов. 5 баллов, господа. Компания Береложка. Значит, вот эта вот история, ваша картофалина с котлетой, это очень вкусно. Я серьезно вам говорю. Я добавил чуть-чуть сыра. И вот это полноценное самостоятельное блюдо, которое я рекомендую есть на даче, если вы не умеете готовить. Это очень вкусно. Итак, я продолжаю наслаждаться блюдом. Давайте побудем гурманами и эстетами по тому, что мы, в общем, можем сказать. Котлета, она самая обыкновенная, потому что она, в общем-то, ну, она такая мягенькая, жиденькая, как и положено быть в консервной котлете. Но, в соусе она хороша. Картошка идеальная. С подливой идеальной. Подлива очень вкусная. По соли идеально. По перцу идеально. По специям идеально. По компонентам идеально. Я могу сказать, вот на мой субъективно личный взгляд, а я в этой рубрике всегда выражаю исключительно свое мнение, это блюдо реально достойное, чтобы вы его ели. То есть, вот, взять с собой в поход такое, да это люксовая история. Люксовая. Ну что, господа и дамы, давайте делать выводы. Консервы могут быть вкусными, и я без преувеличения скажу, что компания Береложка, которая не заказывала у меня рекламу, но, тем не менее, попалась мне на глаза, в общем-то, меня впечатлила. Так что рекомендую вам попробовать это блюдо. Ну, а с вами была рубрика Народный дегустатор. Субтитры сделал DimaTorzok